Железный кусок. Желудки осужденного, который отбывает наказание в Карагане, врачи обнаружили гвоздь. Жена заключенного бьет тревогу. С тех пор, как супруг попал в больницу, он не выходит на связь, в то время как в колонии о состоянии заключенного умалчивают. Мирамгуль Слакимбаева с подробностями. 30-летний Махмуд Жаннадыров осужден за убийство еще в 2003 году. В исправительное учреждение К-159-5 его этапировали месяц назад. Впервые за 10 лет заключения он вдруг заболел, отмечает супруга Ида Сатабалдинова. 19 марта она направилась в колонию справиться с состоянием мужа. Сотрудники учреждения женщину заверили, что с ним все в порядке. Вот только справку, подтверждающую, что муж жив и здоров, никто не предоставил, в то время как сам заключенный на связь не выходил. После того, как я вышла, я запросила еще раз справку. Мне врач не предоставлял эту справку. То есть она даже категорично отказалась выходить сюда ко мне лично на прием. Я ее даже в глаза не видела. На руках женщины есть аудиозапись разговора с медперсоналом. Врачи подтверждают, что в желудке заключенного они обнаружили гвоздь. Насчет инородного предмета. Так, оно еще не вышло или как там? Как попало в организм мужчины инородное тело, неизвестно. Законная супруга за помощью обратилась в прокуратуру. Представители надзорного органа сказали, что ответ придет в течение месяца. С инородным предметом должен человек находиться больше месяца. То есть я ему задала такой вопрос. Он говорит, ну у нас есть другие дела, помимо ваших осужденных. То есть я сказала, что 31 августа 2002 года в этом учреждении находился беспредел, которых практически, можно сказать, убивали осужденных. И он сказал, что у меня нет никаких фактов. Это заявление, которое вы мне сейчас хотите предоставить, это всего лишь с ваших слов. Тогда я сказала, хорошо, я вам предоставлю другие факты, у меня есть аудиозапись. Только тогда он соизволил позвонить хотя бы в учреждение. Аида Сатабалдинова убеждена, что это не случайность. По ее мнению, Махмуджан Надыров, не выдержав издевательств, пошел на крайние меры. Таким образом, осужденный выразил протест беспределу со стороны сотрудников учреждения. Несчастная женщина просит неравнодушных помочь и не допустить того, чтобы дело замяли. Наш, тем более Казахстан, подписал закон с ООН, что впыток никаких не будет проводить в учреждениях. То есть убивать не будут. Миром Гульсал Кимбаева, Тулегин Рашид, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский.